В имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня празднуем Вознесение Господне. Апостолы пребывали с Христом, все время Его служение на земле, но тем не менее, по человечеству своему они постоянно сомневались в чем-то, вернее сказать, недопонимали до конца то, зачем пришел Христос и что их ждет. И вот когда уже Он был готов вознестись, когда Он воскрес и снова с ними общался, показал им свое воскресение, они у него спрашивали, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилево, они все еще, как вот эти древние иудеи, они еще отчасти видели в нем какого-то царя земного. И когда Он удалился от них, вознесся на небо, такое чудо произошло на их глазах, они недоумевали и, надо полагать, даже отчасти скорбели, по крайней мере, они переживали вот это расставание со своим учителем, с воскресшим Христом. Так что даже ангел им явился и сказал, мужи, что вы здесь стоите, что вы смотрите на небо, идите в храм, пребывайте там, молитесь и ждите того обетования, которое им дал, обетование святого духа. В этом поведении апостолов мы видим из самих себя тоже, мы часто смотрим на Христа и на то, о чем говорит нам церковь, через свои какие-то человеческие слабости, часто сомневаемся в чем-то, не верим или не понимаем. В этой истории вознесения Христова мы видим все, мы видим главное, то, что Господь заповедал нам пребывать всем вместе в храме и ждать даров святого духа от него, а не отчаиваться и не унывать, и не пребывать в неком неведении. Господь через ангелов нам говорит, что только человек деятельный своей молитвой, пребывая в словословии и радости Богу, таким образом свое сердце может приуготовить и душу, для принятия благодати Святого Духа. Очень скоро мы будем праздновать и День Святой Троицы, День схождения Святого Духа на апостолов, День рождения нашей Церкви, но чтобы в полноте эту радость принять и благодать, мы должны оставаться в храме. Много различных потрясений сейчас, смут, страхов, но они не больше, чем те страхи, которые посещали учеников Христовых, когда Он их вдруг внезапно оставил. Они весь мир оставили ради Него, пошли за Ним, поверили в Нему, и вдруг вот Он, воскресший, оставляет их, но Он дает им обетование Святого Духа. То же самое обетование, наследником которого являемся мы все с вами. Поэтому Дух Святой, который с момента своего сошествия живет в Церкви, Он пребывает со всеми нами, так же, как Он пребывал с апостолами. Поэтому мы не будем оставлять Святой Храм, будем вместе собираться, славя и благодаря Богу. Аминь.